Я не русский, я из Латвии, из Прибалтики, из города Дагуфпиос, родина Марка Ротко, там Ургант, Витас и все т.д. Я, да, я танцор, но без какого-либо высшего образования. Я обычный человек. Учился танцевать целых четыре раза, пробовал пробоваться на высшее образование. Руководитель танцевального коллектива, учитель ритм танцев. Знаете, это часто давление от родителей идет в таком случае. А вот, а почему ты вот без бумажки, ты букашка, ля-ля-ля-ля. Самое главное, знаете, у человека должно, мне кажется, быть как минимум среднее воспитание, когда человек, он просто понимает, что вокруг него происходит, чувствует красоту. Мы создаем краски своим телом. Я знаю, что я танцор, я знаю, что я танцую всегда, во мне есть какая-то пластика, которая исходит не из-за того, чтобы на меня кто-то посмотрел, а в первую очередь из-за того, что мне самому нравится. Был кастинг в Риге на шоу танца. Для меня проект закончился где-то в середине. Я вернулся назад. И я помню, это был ужасный день, меня высадили на границы. И помню, как Вася написал, Костя, привет, меня зовут Василий Гозырь, хочу пригласить тебя работать в Ленинград-центр, в город Санкт-Петербург на постоянной основе. Для меня это было, конечно, такое освобождение. В моей стране очень сложно с этим, с кино, с театром, с танцами. Только если ты не супер красавчик и у тебя не классные родители. И так меня забрали в Россию, и вот здесь я уже два года. Вот здесь я встретил свою девушку, свою невесту уже. Она с Челябинска. Ну, как говорят, настоящего мужика должна быть девушка с Челябинска. Немецкая машина и часы швейцарские. Часов пока нету. У меня она беременная, вот, и она татуировщица у меня, очень популярная. Я буду очень классным отцом, очень крутым. Это, знаете, это вопрос как с татуировками, знаете. А кем же ты будешь в старости? Да, муха, буду крутым я в старости. Я из поколения молодого, я не очень люблю к месту привязываться. 50 лет я не буду жить в России. Я буду жить там, где побольше солнца и побольше свежих фруктов. А здесь, как бы, ну, пока карьера, пока молодой, нужно развиваться. Мне очень много говорили, что очень было бы хорошо попробовать в кино. Но я знаю, что мне нужно работать немножко над своей дикцией. Вот, как модели я себя попробовал уже. Довольно-таки тоже были хорошие проекты. Но не ощущаю, слишком я умный для модели. Я подошел бы вполне бы на роль какого-нибудь из царской семьи, какого-нибудь персонажа. Мажорик. Ну, я не знаю, как назвать. Такой солидный человек. Сын мажора какого-нибудь. Бандит. Я еще немножко смущаюсь, почему российская кинематография не снимает про русских поэтов с такой богатой историей. Вот. Я бы мог сыграть, мне кажется, многих поэтов. Да-да-да, я еще тот чертяга. Вот. Но вы знаете, это и есть, мне кажется, нравственный человек. Уметь своих чертей немножко сдержать внутри себя. Главное работать. Главное, чтобы твои внутренние потребности в нормальном балансе были. Я хочу три дома больших. И чтобы у меня было много денег в плане материального. В плане какого-то духовного развития это делать те вещи, которые, ну, людей будут раскрывать. Создать какой-нибудь свой хороший, крутой проект. Какой-нибудь театр. Или стать хореографом. Или же стать актером. Наоборот, хочется больше отдавать сейчас, нежели потреблять. Если же это будет кино, допустим, да, то в кино, мне кажется, русскому народу сейчас наоборот нужно нравственно работать. Мне не нравится подлизываться для того, чтобы быть кем-то. Не нужно стараться, мне кажется, быть красивым. Не нужно стараться быть воспитанным. Не нужно стараться быть каким-то необычным для кого-то. Если ты такой, какой ты есть и работаешь над собой, то ты будешь тем, кем ты должен быть в нужное время, в нужном месте.